Всем привет! Приготовим яблочный майонез. Легкая сладость и яблочный аромат украсит любое ваше блюдо. Отправьте в духовку одно яблоко и у вас будет наивкуснейший яблочный майонез, который очень подходит к мясным продуктам. Яблоко размягчить можно и в микроволновке. Положите яблоко в пакет, завяжите его и сделайте несколько наколов на пакете, чтобы пакет не взорвался. Можно просто протушить на сковородке, порезав кусочками это яблоко. Главное любым способом довести его до мягкости. Такой майонез лучше использовать для холодных блюд, потому что при термической обработке он расслоится на масло и яблочный сок. У этого майонеза очень яркий аромат яблока и горчицы, которые между собой на удивление очень хорошо сочетаются. А фруктовый аромат яблок и горчицы очень хорошо сочетаются со всеми мясными продуктами. Классический рецепт утки с яблоками тому пример. Некоторые сейчас добавляют яблоки даже в оливье. Так вот, для тех, кто любит оливье с яблоками, можно просто добавить яблочный майонез. Нам нужно 100 грамм яблочной мякоти. Среднее яблоко, запеченное, как раз его мякоть столько и весит. Да, еще не сказала, что для этого майонеза подойдет простое яблочное детское пюре. Нужно взять 100 грамм яблочной мякоти и взбить ее в блендере до однородной каши. Такой майонез можно сделать или же погружным блендером, или же блендером, у которого нож находится в чаше. Но миксером с венчиком масло растительное до состояния майонеза не взобьется. К яблочному пюре добавляем чайную ложку сахара, чайную ложку домашнего яблочного уксуса или же лимонной кислоты, пол чайной ложки соли и чайную ложку горчицы. Все это перемешаем до однородной массы. Но с сахаром будьте осторожны, все зависит от яблок. Если яблоки очень сладкие, то добавьте пол чайной ложки или же если вы не любите сладкий майонез, то добавьте пол чайной ложки. Если вдруг вам потом покажется мало, то в конце всегда можно добавить дополнительно. Теперь надо добавить 100 грамм растительного масла без запаха и взбить также погружным блендером. Растительное масло взбивается очень быстро. Чем дольше вы его взбиваете, тем гуще будет майонез. Так что смотрите, не перебейте, а то будет такой майонез, в котором будет стоять ложка и который плохо будет размазываться. Когда все объединилось с маслом, попробуйте майонез на вкус и добавьте, что не хватает или соли или же сахара. Майонез буквально за 5 минут готов, если конечно не считать время приготовления яблок. Очень вкусный, ароматный, подойдет для любых мясных закусок.